уважаемые коллеги дорогие друзья здравствуйте сегодня мы начинаем нашу вторую передачу из цикла гастро клуб под названием синдром раздраженного гастроэнтеролога мы сегодня с моим гостем алексеем олеговичем головенко ведущим гастроэнтерологом клиники рассвет кандидатом медицинских наук поговорим о том что раздражает гастроэнтеролога в его ежедневной клинической практике то на что мы тратим львиную долю своего времени пытаясь объяснить пациентам почему у них болит живот чего им нужно делать а чего не нужно делать пытаемся успокоить их тревоги пытаемся действительно установить верный диагноз не ошибиться и вот те подводные камни которые нас каждый день подстерегают вот это мы сегодня обсудим мы поговорим о диетах поговорим о неприятном запахе изо рта поговорим о жжении в полости рта о недостаточности кардии забросах в пищевод чего угодно и желчи кислоты поговорим о гастрите хеликобактер пилори дуоденогастральном рефлюксе и я думаю может быть и о многом другом и самое главное о тревожности наших пациентов и как с ней справляться и я призываю вас всех активно участвовать потому что мы с алексеем олеговичем видим перед собой экран на котором будут нам транслироваться ваши вопросы и мы постараемся на них ответить сейчас передаю слово алексею олеговичу для приветствия дорогие коллеги я очень признателен и варили олеговне организатором этого цикла семинаров что приглашаете и что даете возможность поговорить о том что действительно у нас вызывает такой вот некий дискомфорт не хочется управлять всякий интернет сленг который увы не редко мы сами порождаем какой-то неосторожной фразы обращенный к пациенту или даже просто протягивая ему протокол очередного инструментального лабораторного исследования без каких-то уточнений наверное это вот сегодня станет как раз таким главным поводом поговорить алексей олегович расскажите как вы вообще дошли до такой жизни как вы стали гастроэнтерологом и не разочаровались ли вы вот в своей специальности действительно не раздражает ли она вас хорошо просто же я совершенно случайно стал гастроэнтерологом я честно планировал быть оптальмологом но поскольку я был так себе студент то я как-то очень затянулась подготовка курсовой по глазному дну и нужно было спешно где-то набирать материалы я набрал материал по язвенному колиту который он трансформировался мою кандидатскую и как-то увлекся и так интересно вы знаете потому что мы все говорим слово там ось мозг кишка мы говорим got brain axis и часто это воспринимаем механистически как какую-то такую патогенетическую концепцию а между тем это так мотивирует за не обсуждать коммуникацию с пациентами так мотивирует тренировать себе это активное слушание сочувствие вот эту эмпатию хорошую медицинскую мне кажется гастроэнтерологии для этого самое лучшее одна из лучших специальностей половина нашего в нашей работы это послушать нашего пациента и как раз ответить на те страхи которые он к нам приносит при этом я с вами согласна потому что да наверное вот это понимание у человека что если у него что-то болит то это обязательно что-то страшное серьезное и вот действительно очень много времени на приеме я допустим трачу на то чтобы объяснить человеку что когда у вас болит гол голова головной мозг то что-то в черепной коробке это действительно скорее всего что-то требующее внимание потому что в этом месте болеть не должно если болит сердце то тоже здесь нужно насторожиться и действительно это повод для серьезного обследования но желудочно-кишечный тракт это такая длинная трубка состоящая в общем-то из мышц которые постоянно сокращаются и вот это вот какое-то нескоординированное сокращение она чаще всего является причиной боли неприятных ощущений распирания и любых диспептических явлений поэтому когда вы чувствуете что-то что у вас нехорошо в животе то это чаще всего в общем-то проявление только нарушение функции но к сожалению вот достаточно сложно частенько бывает пациентов убедить особенно если они страдают а страдания человека с заболеванием желудочно-кишечного тракта это страшная вещь потому что еда это главное удовольствие до для каждого человека и невозможность получать удовольствие от еды чувствовать какое-то счастье от этого процесса это конечно делает из человека унылое свещество бесконечно страдающее ну что о чем поговорим что нас больше всего раздражает 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 чаще совершенно необоснованные направления гастронтерологу потому что все таки так мы составили график работы мы пришли настроились на то что сейчас мы будем лечить там какой-нибудь запор хотя порядочный гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь а приходит человек который он и сам может быть не очень не то чтобы он и страдает ипохондрия или он просто знаете как мыть и иметь вторичную выгоду от визита в гастроэнтеролог он пришел к врачу другой специальности к стоматологу доктор у меня язык печет да там женщина рассказывает лет 70 стала жечь во рту ощущение странное не могу принимать вкусную пищу пришла к стоматологу мне говорят это не мое идите к гастроэнтеролог пусть поищут что-то внутри или не за женщина с рецидивирующим каким-нибудь вагенитом приходит тоже с запросом поискать что-то не знаем что конечно это очень демотивирует потому что ну все же человек пришел час времени мы чем-то его пытаемся пока не в моей клинике занять и конечно как-то стыдно за деньги брать искренне или пациент уходит недовольный человек потратил время приехал в клинику ответ на вопрос не получил и конечно хочется вот как-то больше наверно таких встреч и строить с врачами смежных специальностей что но вот этим жжение в рту и полосы наверно к вам как специалисты позволяем еще тоже они приходят да я хотела вас как раз спросить что делать с такими пациентами потому что я не всегда понимаю их у меня очень много действительно потому что я занимаюсь методиками которые диагностируют наличие рефлюкса наличие высокого рефлюкса поэтому любой пациент у которого жжет язык или который чувствует кислоту во рту то есть он мне прямо описывает я вот слева в этой точке чувствую постоянно что у меня заливается кислота или я вот чувствую что у меня во рту бесконечно горечь вот такие вот ощущения или опять-таки направление от лор врача пациент они практически мне кажется все лор врачи направляют пациента в гастроэнтерологу то есть и и они заявляют абсолютно безапелляционно о том что у вас рефлюкс у вас болит горло и она у вас красная потому что у вас рефлюкс но проводя пашметрию таким пациентам с жжением полости рта с болью в горле но я наверное в 90 процентов случаев вижу что у них но абсолютно нет рефлюксной болезни даже низких рефлюксов в дистальном отделе пищевода там два три четыре десять рефлюксов за сутки но они не достигают верхней части пищевода и понятно что таких пациентов скорее всего уже полечили ингибиторами протонной помпы им совершенно никак не стало легче не от боли в горле не от кислоты во рту что вот и они дальше смотрят на меня я выдаю им заключение пашметрии у вас нет рефлюксной болезни причины вашего жжения или горечи во рту не забросы они смотрят на меня и говорит доктор что мне говорите я это чувствую меня заливается кислота у меня жжет горечь во рту что делать с такими пациентами и говорит помогите куда мне дальше идти вот есть у вас идея на этот счет ну честно в своей практике я рассказываю всегда о том что есть вот такой зверь под названием burning mouth синдром до синдром же пылающего рта давайте договоримся как переводить вполне есть такой неврологический феномен как-то видим сцеплен ассоциирован смена паузой разумеется он может быть вызван каким-то стоматологическим вмешательством но в целом так средний портрет такого человека это женщина старшего возраста обычно не проводящая заместительную терапию после какой-нибудь стоматологической операции имплантации вдруг появляются вот все эти ощущения и конечно об этом нужно говорить 6 мы это назвали как-то мы подчеркиваем что они не одиноки в этой проблеме они конечно мечутся в любовном треугольнике из гастроэнтеролога лора и стоматолога но реально стоматолог может исключить гальванизм до какую-то разность потенциалов ротовой полости окей какие-то локальные инфекционные заболевания что все же достаточно редкостью иммунонекомпрометированных людей лор тоже может дать какую-то терапию симптоматическую по сути да но тоже свою патологию чаще всего не видит а мы да мы можем дать ингибиторы протонопомпку естественно неэффективные именно когда единственным симптомом являются вот эти высокие а что делать алексей олегович ну или я назначаю анализ крови на витамин b12 потому что я помню из институтских лет что дефицит витамина b12 вызывает гласит ну то есть у меня как вот и это единственное что я могу посоветовать но это обычно тоже не мы понимаем что удельный вес людей с настоящими селективными а витаминозами в двадцать первом веке в москве крупном городе но это единицы может быть строгие веганы на деле да честно когда приходится объяснять людям что такая проблема есть что это нейропатия что чем она была вызвана нам не очень важно выяснять зато можно что-то попробовать конечно классическими препаратами проверявшимися в контролируемых испытаниях является раз гормональная заместительная терапия всерьез работает как мы знаем сейчас ее приветствуется назначение да уж там как-нибудь направлять пациентку гинекологу или эндокринологу первый путь путь второе действительно дать антидепрессанты или противосудорожные препараты то есть имеется доказательная база для пригабалина имеется доказательная база для наших любимых антидепрессант в том числе трицикликов да которые в небольшой дозе мы об этом еще поговорим антидепрессантами не являются практически являются антигистаминными препаратами их может назначать гастроэнтеролог да они есть в медико-экономическом стандарте ну и наконец есть еще кстати остроумная штука я не беру к совсем крошечное исследование таких полупрепаратов типа там кути альфа-липоевой кислоты есть остроумная тактика вполне официально это дать супер стимул то есть или нанести едкий какой-то спрей в россии просто этого нет да можно капсаицин пшик на кончике языка перцовый баллончик технически да и оттучать нервное окончание от такой реакции или просто посоветовать такой пациентке приучить себя к острому то есть на полном серьезе покупается какой-нибудь крепкая джика не знаю что интересно табаско да накап в чайную ложку подержать вода и это работает ну то есть это у меня были случаи когда человек не воспринимает естественно как некую шутку да пробует и потом пишет что вау я за неделю да я теперь во первых могу есть острое это здорово что острым можно расчувствовать для клиника рядом с вьетнамским рестораном я уже вот это начинаю чувствовать нотки да как может человек который к вину пристрастился а потом правда проходит отжение в ротовой полости так что нужно тоже об этом говорить это очень здорово потому что я все время назначала какие-то жидкости для полоскания рта с анестезином то есть я все время пыталась каким-то образом заглушить вот эту чувствительность а оказывается надо наоборот но пока в этой ситуации это можно попробовать вполне и да просто воздержаться от какого-то обследования конечно если приходит пациент с классической сжогой за грудинными симптомами и он так фенотипически соответствует нашим представлениям о том кто такой пациент с гарп да это человек чаще всего с избыточным весом и и попутно у него есть сжение в ротовой полосе тут это конечно да но здесь и помогут ингибиторы протонной помпы а их успевают назначить до нас иногда мы получаем ко мне не дам пришла пациентка написано от ларинголога от коллеги рекомендации консультация врача-гастроэнтеролога для назначения ингибиторов протонной помпы хочется спросить что же мешало назначить их смотреть ну а давайте поговорим вот как раз про ингибиторы протонной помпы тоже очень много сомнений несмотря на то что уже такой многолетний стаж их назначения и чтение лекции про ингибиторы протонной помпы все равно есть какие-то вопросы в глубине души действительно ли их мы всегда назначаем вот всем ли они нам нужны не не нам а нашим пациентам да потому что сейчас львиная доля гастроэнтерологических пациентов получают ингибиторы протонной помпы вот вы можете перечислить список основных нозологий например как часто при функциональной диспепсии вы назначаете ингибиторы и на какой срок на две недели либо это там несколько месяцев подряд ингибиторы протонной помпы при рефлюксной болезни да то есть опять-таки там в рекомендациях нам сказано что мы должны пациента чуть ли не по жизни навести на ингибиторах протонной помпы и потом я бы хотела поговорить с вами вот о том что у нас есть несколько разных молекул и мы все время пытаемся выбрать какая лучше какая эффективнее действительно нам надо всегда назначать супер мощные ингибиторы протонной помпы потому что вот в европе обращаясь к там к профессорам высокого уровня с таким вопросом а что мне попить вот у меня что-то да неприятными по первым облакаторы но самое мощное что они назначают это пантопрозол а мы со своих экранов там телевизоров и компьютеров каждый день слышим лекции сами их читаем о том что ингибитор должен быть самый мощный самый эффективный максимально блокировать секрецию соляной кислоты вот ваше мнение на этот счет давайте так прям показания что все время пить ингибиторы протон помпы пищевод баррета да окей наверное по большому счету все так какие еще заболевания прием нпп прием нпп да наверное может какой-нибудь экзотик тип синдром короткой тонкой кишки там их тоже дают немножко для в связи с гипер гастрономии который там возникает всегда при протяженных резекциях а реально когда конечно речь идет о классической герб то как-то мне кажется очень важно для пациентов доносить что это некое прикрытие на время пока они похудеют пока не изменят свой образ жизни часто даже ну так это как на пациентами в моей практике действует я говорю что сейчас вы принимаете эти препараты вам конечно станет легче но а пациент сразу да во сколько же мне их пить это страшная химия вот именно для того чтобы не пить это страшную химию хотя он совершенно не страшно вы давайте как сказать по заполняйте какое-нибудь удобное приложение посмотрите кто ваш враг в плане питания где вы получаете лишние калории давайте придумать себе какой-нибудь веселый вид спорта так что это радость приносим за ваш покорный слуга на это бегать меня не заставить бассейн вот в подвале клиники есть ура я себе купил водонепроницаемые наушники я их все вставляю слушаю подкаст и плыву вот просто кайф отлично надо придумать веселый спорт надо худеть на это время вы будете принимать ингибиторы протонный помп мощнейший препарат при классической гарп они почти всегда эффективны вообще если пациент приходит и говорит что здрасте у меня герб но мне ингибитор протонный помп не помогают то этот повод как раз наверно обращаться к вареле олеговне и делал по ашампеданциметрии есть веские основания полагать что у этого пациента или гиперчувствительный пищевод или функциональная изжога или может какой-нибудь азенофильная изофагия хотя и там они немножко помогают но в реально конечно когда герб то мы именно подчеркиваем что это действие на триггер заболевания их надо пить все-таки месяц три чтобы в том числе восстановить проницаемость нормального устранить избыточную проницаемость пищевода то есть дать пищеводу отдохнуть при функциональной диспепсии наверно со мной можно не согласиться я воспринимаю ингибиторы протонной помпы как препарат который надо бы назначить пока пациент поймет что функциональной диспепсии это не опасно неприятно и может быть сцеплено со стрессом потому что реально ну схема лечения функциональной диспепсии если так следовать кстати российским рекомендациям и американцы американская рига стендерогов фактически это дать убедиться что нет симптом в тревоге естественно дать ингибиторы протонной помпы не помогло эридицировать хеликобактерию не помогло дать антидепрессанты там даже гастроскопит не всегда как мы знаем в этом участвует почему ну то что мы понимаем что вот осознание пациентам того что это может быть естественный феномен вот тот самый бабочки в животе при стрессе за меня от вас тошнит потому что что-то да мы не сошлись характерно это такое лингвистическое отражение того что мы чувствуем при стрессе свой живот если пациенту это объяснить то конечно он ну наверно все захочет какую-то таблетку и как раз тут хорошо бы дать ингибиторы протонной помпы но если это приходит искренне пациент который в десятый раз пищает гастроэнтеролога с функциональной диспепсией у него уже сделаны гастроскопии это точно не язва или нет никаких находок поверхностный гастрит и конечно он говорит мне не подошел амепрозол дайте мне ланца прозол или заменить его на декс ланца прозол мне кажется в этой ситуации менять один ингибитор протонной помпы на другой неэтично одно дело пациент с герб где мы уделяем большое внимание комплоентности там правда удобнее дать препарат наиболее эффективность фармакокинетических позиций с пролонгированным действием и повысить комплайнс другое дело функциональной диспепсии где вклад нервной системы режима приема пищи физической активности он но это такой слон в комнате который мы не за не замечаем пытаясь поиграть там с тем на будет ли на три часа дольше период полувыведения какого-нибудь очередного и пп поэтому наверное можно понять наших европейских коллег которые говорят что попейте просто тэйк тэпи ай да и достаточно спокойно ну то есть по сути вы и больными с рефлюксной болезни из функциональной диспепсии объясняете и долго работаете над тем что это болезни там стресса образа жизни до восприятия вашего и что вот здесь больше этому нужно уделить а как вот например к вам приходит тоже ежедневная ситуация молодой там парень или девушка 21 23 года которая говорит что вот у меня с детства гастрит у меня постоянно болит живот я там раз в полгода делаю гастроскопию и обязательно у этого там молодого человека ингибиторы протонной помпы прокинетики урсодезоксихолевая кислота обволакивающие ферменты спазмолитики и это вот проведена эрадикационная терапия как минимум там два-три раза и и в общем и это и и действительно понимаешь что чтобы ты ему сейчас не сказал он тебе не поверит но у меня такое впечатление складывается как вот вы с такими пациентами работаете и написано в протоколе эндоскопии обязательно недостаточность кардии хронический гастрит до адена гастральный рефлюкс и признаки хронического панкреатита то есть но это классика мне кажется нашей отечественной гастроэнтерологии да и в обилие терминов обили препаратов все же мы понимаем что современной медицине это единственный почти сценарий когда может назначиться больше трех наименований одновременно это окей эрадикация хеликобактерии даже в какой ситуации может быть столько лекарств при том что все же пациент может уже пить антигипертензивные а где антигипертензивные там статины чаще всего где то может быть аспирин да это уже назначены ну то есть конечно нам нужно бороться с полипрагмазии и честно конечно когда приходит вот такой пациент он пьет вот как задает нам вопрос доктор георгий да гастро протектор или какие-нибудь да там именно препараты влияющие на состав желчных кислот конечно все таки мы пытаемся эту пациент оценить если действительно это пациент с классической га где да не только кислота игрок уже в пищеводе там состав желчных кислот наверное как-то влияет мы это не можем почти изучить технологии билитек не применяется в рутинной практике да можно если вот если пациент тучный он не комплаентный и нужно вот уж те дни когда он пьет выжать максимум из препаратов но я допускаю в этой ситуации назначение препаратов форзитоксихоликислоты окей пациенты с изжогой после гастроктомии с тяжелыми изофагитами да здесь вообще хоть что-то надо сделать но конечно когда этот пациент таким букетом функциональных расстройств у него и герб и функциональной диспепсии функцион билярное расстройство там тяжесть справа после еды и сарка махровый и тревога еще фибромиалгии воли после секса еще так сказать настроение так себе конечно как сказать поверить что мы ему дадим гастропротектор и все наладится мне кажется это не этично про гастропротектор можно и выражу свой синдром раздраженного кишечника я вынужден заявить о конфликте интересов что я читаю много лекций по заказу фармкомпании и можно решить что меня давно купили но я просто предлагаю повторить эксперимент дорогие коллеги влезть в пабмет и вбить до слова рибомепид и посмотреть не очень многочисленные прямо скажем исследование главное посмотреть какие там конечные точки клинические заданы в тех работах где ставилась клиническая конечная точка исчезновения симптомов функциональной диспепсии рибомепид не отличается от плацебо если там появились новые исследования а это перепроверял месяц три назад я прошу сообщить в редакцию первом медицинского канала но в общем но хорошо на симптомы не влияет а на заживление эрозии да пусть это докажут потому что это очень громкое заявление мы так честно говоря насчет эрадикации хеликобактерии сколько лет все гастронтерологи договаривались что это правда нужно повсеместно проводить фактически по любому поводу мы ведь часто ищем повод назначить эрадикацию даже желание пациента является да по маострихотским соглашением поводом проводить эрадикацию а конечно когда говорят давайте все будем принимать препараты вроде как улучшающие там кровоснабжение слизистой оболочки мне кажется как попахивать евгеникой всем нужно только соблюдать средиземноморскую диету это не всем людям со саркана тяжело например за обилие фруктов и овощей ну то есть ваше мнение если допустим у пациента действительно есть там гастропатия с эрозиями ну то есть что-то неблагополучно в слизистой оболочке желудка воспаление там эрозии то им достаточно только ингибитора протонной помпы больше не нужно никаких препаратов висмута спазмолитиков там гастропротекторов да совершенно верно нужно вы конечно попытаться выяснить нет ли очевидного очевидной причины для эрозивной гастропатии так мы называем мы знаем что эрозии дать не всегда гастрит если что очень прием не стоит противовоспалительных препаратов да то есть если мы видим уж так из раз в раз у человека эрозии желудки повод как задуматься может где-то там тайна перепевает нпвс и просто не воспринимает их как препараты которые могут повреждающим действие выплаты алексей олегович а вот если допустим у человека нет нпвп он не принимает он не злоупотребляет алкоголем у него нет хеликобактер пилори но при этом у него множественные эрозии в желудке такое бывает такое бывает и мы не с этим можно ничего не то есть они сами заживут без ингибитора протонной помпы наверное знаете как психологически очень сложно такого пациента ставить без терапии я малодушно назначаю на месяц ингибитор протонной помпы просто потому что мы не можем это как раз знать да видим эрозии все-таки хочет что-то сделать но пациенту обязательно это вопрос именно коммуникации важно подчеркнуть что это раз не язва это не повышает вероятность язвенной болезни совершенно особняком стоящего заболевания да это наверно повод выполнить тестирование хеликобактерию да эти эрозии могут быть спонтанным явлением мы знаем что на протяжении желудочно-кишечного тракта эрозии иногда появляются этот феномен такой же как если человека раздеть то можно найти у него один элемент какого-нибудь сыпи на теле это не повод бежать к дерматологу или не знаешь из-за какой-нибудь одной псориотической бляшки на локте да там колоть метатриксат то есть мы подчеркиваем что это поверхностные изменения они технически не вряд ли могут изменить чувствительность желудка все-таки да так уж анатомия желудка такова что мы не чувствуем слизистую оболочку и что не надо подменять понятие тоже хуже будет если этот пациент будет ходить на контрольной гастроскопии получать препараты в том числе препараты висмута в котором нет никаких претензий как противодиарейным средством хорошим как средством усилу потенцирующим эрадикационную терапию вне сомнения но которые не имеют доказательной базы для заживления эрозии кроме ну или откровенно крохотных исследований шином такого характера кейс репорта да или инвитро исследований тут много перспективных препаратов и может и рибомипид пусть исследует хорошо серьезно я загадка почему они не испытывают при язвном колите производитель там даже там есть хоть какая-то высоко концентрированный рибомипид клизмах немножко менял течение язвного практика вот ниша да там мисалозин жалкий преднизолон свечах все дальше тяжелая артиллерия типа иммуносупрессоров пусть делают свечки с рибомипидом но надо это исследование это нет исследования то есть предпоказания для висмута это только но в нашем случае если мы говорим о верхних отделах это только повышение эффективности эрадикационной терапии а давайте поговорим про ингибиторы протонной помпы все-таки вот еще чуть подетальнее значит мы поняли что в большинстве случаев нам какие-то супер мощные ингибиторы протонной помпы можно и не назначать потому что вот у меня тоже в голове есть такое представление что кислота то нам все-таки нужна есть но мы же так обычно как пациенты задают вопросы все-таки что же я снижаю снижаю свою кислотность да еще переваривать бактерии будут выживать конечно я вбил в гугл а там кроме до очевидных вещей типа остеопороза сибор еще написано только что не как рак предстательной железы там просто все написано сейчас действительно вот кстати спасибо коллега коллега залез на пабмет прочитал про то что гастропротекторы действительно не имеет надежной доказательной базы и поэтому мы все-таки да не впадая в доказательный экстремизм и там не отрицая что кому-то может помогать и да если это не гомеопатия то в общем иногда можно и попить все-таки да мы рутинно такие препараты не назначаем но в общем возвращаясь собственно действительно к вопросу побочных эффектов ингибиторов протонной помпы мы действительно объясняем пациентам что достоверной связи прием ингибиторов протонной помпы с клинически значимыми исходами с раком желудка нет безусловно кислота для чего-то нужна у нее есть какие-то скачки продукции но ингибиторы протонной помпы снижают продукцию до некой базальной секреции дистиллированная вода от от них желудки не появляется реально почувствовать побочные эффекты все-таки в крупных исследованиях можно было только при огромной продолжительности терапии то есть не стоит нам пугать наших пациентов остеопорозом если они 12 недель пьют стандартную терапию ппдов вот рефлексная болезнь и да конечно есть ли возникает так скажем потребность постоянном приеме ингибиторов протонной помпы носить на упорное течение герб невозможно сократить индекс массы тела допустим мы тогда выпадет выполняем эрадикацию хеликобактерии особенно молодых пациентов мы так как раз пусть и не имеет для этого реальной доказательной базы мы понимаем что мы снижая кислотность немножко облегчаем жизнь хеликобактерии можно до провести эрадикацию тем самым успокоить пациента да наверное мы будем скажем человеку старшего возраста получающему постоянные пп будем напоминать агрессивные о необходимости денситометрии и последующей консультации эндокринолог а с чем связано вот например развитие остеопороза что кальций начинает хуже действительно мы влияя на продукцию кислоты влияем на абсорбцию кальция но просто это влияние почувствовать очень сложно при стандартной терапии и при рациональном использовании гибиторов протонной пункты клинически незначимы в большинстве случаев статистически повышается риск остеопороза но он даже близко даже не 20 процентов за десятилетние наблюдения то есть что касается атрофии вот этих таких страшилок да там атрофии болезни альцгеймера пневмонии этот вклад очень маленький он последним насколько я понимаю мета анализом таким систематическим сильные критики подвержены мы точно не можем вызвать рак желудка фактически такая достоверная связь только с сибор и даст остеопорозом инфекция кластридиум дефицеля инфекция кластридиум дефицеля ну будем считать это так в рамках того что они гибиторы протонной помпы влияют на разнообразие кишечной микрофлоры где сибор там наверное будет где-то с какой-то большей вероятностью инфекция кластридиум дефицеля но опять есть ли они назначены по показаниям то мы все равно не отменим если пациент с пищеводом баррета знаете как ванкомицином моему диарею в крайнем случае вылечим разбираться по дисплазии тяжелее или с раком пищевода взвешиваем риски плохо конечно поэтому проблема вот это overprescribing да когда пациент пьет и пьет и пьет она кстати мне кажется вряд ли нашей медицине будет свойственно пациент настырные они образованы да и они разбираются в терминологии очень хорошо мое впечатление от консультации это часто вы случаетесь и зарубежных пациентов там какой-то такой подход у меня что-то болит в животе дайте таблетку и не вас пожалуйста не погружайте меня ваши гастроэнтерологические детали там наверное возможно сценарий что ответственному зарубежному пациенту гастроэнтеролог такое божество где-то там обитающий на гастроэнтерологическом олимпе выписал ppi а потом врач общей практики будет возобновлять этот рецепт по инерции потому что он врач общей практики он gp а там есть какой-то гуру гастроэнтеролог мне кажется в нашей ситуации это маловероятно но вот еще очень частый вопрос от пациентов если действительно у меня плохо всасывается кальций железо витамин b12 там нарушается бактериальный состав кишечной микрофлоры так значит я вместе с ингибиторами должен колоть витамин b12 пить кальций препараты железа и пробиотики обязательно вот есть в этом какой-то смысл в этом смысла большой клинического большого нет не стоит так драматизировать говорим о пациентам появится проблема поверьте что дефицит b12 корректируется за месяц вот так до остеопороз если разовьется но делать и денситометрию своевременно опять наверное не нужно делать 20-летнем мужчине который в первый курс ипп получает от сибр разовьет сибр попробуйте лоу фодмап диету пропьете рефоксиминта и тогда уж отменить свои пп на главное действительно есть этот пациент затянувшись функциональной диспепсии и которая задает вопрос является ли она синонимом синдрома раздраженного кишечника конечно не является синонимом ну это патогенетические общее заболевание и при функциональной диспепсией при функциональной бильярдным расстройстве при синдроме раздраженному кишечника мы видим феномен весцеральной гиперчувствительности мы видим усиление естественных рефлексов типа там гастроколического скажем то есть это они часто с друг друг сопровождают там половина людей с срк будут функциональной диспепсия. Но мы, если с таким пациентом сталкиваемся, мы подчеркиваем для него, что он, выпивая очередной какой-нибудь эзомепрозол, он действует на триггер, запускающий естественную чувствительность органа. А то, что эта чувствительность избыточна, это вопрос к его нервной системе и локальной, и центральной. И нам приходится часто подчеркивать, что там те же антидепрессанты, которые мы широко назначаем. Ну а расскажите нам, почему больному с функциональной диспепсией вдруг должны помогать антидепрессанты? Они что, человека успокаивают, и он просто начинает... Такое мнение тоже, да, у всех пациентов гастроэнтерологических, что вы мне сейчас назначите этот антидепрессант, и я буду там, как этот, ходить в полусне, конечно, там у меня не будет ничего болеть, но я и соображать ничего не буду. То есть, вот какой механизм действия антидепрессантов при функциональной диспепсии и СРК? На что мы влияем? Здесь просто любопытное наблюдение, что антидепрессанты вот здесь помогают одинаково, что людям с просто СРК, что людям с СРК и депрессии, и дозы приблизительно одни и те же. То есть, наверное, если бы дело было только в том, что мы даем психотропные препараты, скажем, человека выводим из состояния депрессии или боремся с его тревожным расстройством, поэтому он вроде как становится равнодушен к реальной проблеме, наверное, мы бы видели вот в этой второй группе СРК плюс депрессия, заметно больше процентов выздоровеющих. Это не так. И мы понимаем, что не только психика определяется чувствительность желудка и кишечника, есть вполне локальные изменения, поэтому это надо очень как раз, вот это то, что мы с вами все время рассказываем пациентам. Мы говорим, слушайте, вот вам рецепт на амитрептилин. При синдроме раздраженной кишечнике и функциональной диспепсии может сработать доза в пределах 25 миллиграмм. Депрессию амитрептилином лечат четырьмя таблетками, 100 миллиграммами амитрептилина, и в этой дозе это правда очень тяжелый препарат. Он плохо переносит, он вызывает запор, изжогу, сухство рту, и пациент с депрессией, и правда не склонно его поэтому принимать. Когда мы даем его в маленькой дозе, мы действуем на локальную чувствительность, мы технически действуем на серотонин-энергическую чувствительность. То есть рецепторы в слизистой оболочке? Рецепторы, скорее, под слизистым нервным сплетением. Мы понимаем, что чувствительность определяется активностью количеством энтерохромофинных клеток, энтероэндокринных клеток, которые выделяют в том числе серотонин, количеством рецепторов к серотонину в нервной системе самого желудка или кишечника. Потом мы антидепрессантами и иногда противосудорожными препаратами действуем на проведение болевой чувствительности через спиной мозг. Мы действуем, да, и на центральные механизмы чувствительности тоже, но это не главное. Честно говоря, в реальной практике, когда приходит пациентка, не производит явного впечатления откровенно тревожного или с настоящей депрессией. Мы это можем оценить, подсунув ему какую-нибудь шкалу госпитальной оценки депрессии и тревоги, да, ХАЦ. Мы вправе сами назначить препараты, но обязательно подчеркнув, что нет, это не маскировка симптомов. Это не коньяк и не всякие травяные производные, да, мы не просто заставляем, извините за сланг, пациента прибалдеть, да, и не чувствовать свой желудок. Боли реальные, проводящие пути при функциональной диспепсии те же, что при язвенной болезни желудка или дивертикулите, но мы, раз эта поломка случилась, можем дать вот эффективное решение, совершенно подгенетически оправданное. Если у пациента, да, ещё и, мы видим, есть склонность катастрофизации, да, он, живот заболел, он сразу, как сказать, читает про кишечную форму туберкулеза. Если есть какое-то вторичное подкрепление этой боли, действительно, для него это повод действительно, там, не знаю, проходить обследование, чтобы все в семье на это обратили внимание, это бросается в глаза. Тогда, конечно, надо аккуратно, кроме того, что дать эти препараты, пациента подвести к идее разговора или с психиатром, или с психотерапевтом. Это тоже работает. А метрептилин с какой дозы? Вы начинаете 10 или сразу 25? Я обычно пишу, выпейте четвертинку таблетки, это вообще почутать невозможно, пациенту даст уверенность, что ух ты, я выпил. На ночь? На ночь он, да, обладает таким лёгким седативным эффектом, там, селективный ингибитор захват, серотонин чаще с утра применяют. А метрептилин четверть таблетки попейте пару дней, при нормальной переносимости выпейте половинку, если и дальше всё с общим вашим самочувствием хорошо, увеличите до целой таблетки, принимайте полгода. Обязательно важно подчеркнуть, что в первую неделю побочные эффекты какие-то могут быть. И некое чувство дореализации с утра, да, такого подстроенности, как у Булгакова в театральном романе, как это коротко, человек представляет себя как в некой коробочке. Это нормально, это пройдёт, надо просто переждать. Да, наверное, в первые дня 3-4 лучше не планировать долгих поездок на автомашине, не употреблять алкоголь. А дальше принимать, подчеркнуть, важно, что с таких доз сойти потом не составит труда. А алкоголь-то можно принимать? Алкоголь, это момент скользко, потому что алкоголь уменьшает эффективность антидепрессантов, и поскольку пациенты в психиатрии с любыми расстройствами, что депрессией, что тревогой, склонны, с большей частотой, могут иметь расстройство употребления алкоголя, как правильно выражаться, даже не алкоголизм, конечно, мы по возможности их стараемся ограничить. С другой стороны, если пациенту сегодня надо как-то встретиться с коллегами по работе, заключить контракты, закрепить успешное соглашение бокалом вина, то можно в небольших долгах. А отменять антидепрессанты постепенно? Есть там стратегия отмены? Ну, это, конечно, лучше, если каждый раз обращаться к специальной литературе. Есть схемы перехода с одних антидепрессантов на другие, там разные схемы в зависимости от доз, от класса препаратов. Но, как правило, вот с таких скромных, очень неврологических, а не психиатрических доз, сойти за пару недель запросто можно. А про ингибиторы давайте тоже поговорим. Значит, мы поняли, что не обязательно всегда сильные. Мы поняли, что не нужно бояться каких-то побочных эффектов, потому что в большинстве случаев они никогда не проявятся, и пить дополнительные препараты не нужно. А отменять как ингибиторы протонной помпы их нужно отменять постепенно тоже? Или вот вы назначаете там на 4 недели, и всё, и никаких комментариев не даёте? Я обычно подчёркиваю в реальной практике, объясняю, что, возможно, феномен рикошета, некого ребаунта, когда мы увидим усиление симптомов после отмены. Я объясняю, что в этот период нужно постараться регулярно принимать пищу, привычную пищу, не переедать. Вот в этот момент немножко обратить внимание на состав, холодцом не закусывать бараний шашлычок, и особенно в этот период подержаться от приёма пищи на ночь. То есть не нужно в половинную дозу переходить, через день приём, просто отменили, и всё. Если опыт рикошета был, то да, наверное, мы посоветуем условно утреннюю дозу сместить на вечер, как бы уменьшив эффективность. Мы знаем, что на дощах приём всегда эффективнее. Можно потом неделю попить на ночь, неделю попить через день, отменить. Конечно, этому мы не видим указаний на то, что это нужно делать в таких глобальных руководствах. Лионский консенсус нам не предлагает отменять их в таком режиме. Но если этот пациент уже пришёл, и это не первый его визит из-за классической ГЭРБ к гастентерологу, он уже столкнулся с феноменом рикошета, он очень боится этого, то да, как раз нужно немножко пойти у него на поводу в хорошем смысле. А вот у нас ещё вопросы от зрителей по поводу метаболизаторов тоже много у нас говорят лектора о том, что очень важно понимать, быстрый ли вы метаболизатор ингибитора протонной помпы или медленный. Нужно выбирать препараты, эффективность которых меньше зависит от их метаболизма в печени, ферментом цитохром P450. Насколько вот это действительно нужно учитывать? Потому что некоторые пациенты наши, грамотные в России, доходят до того, что они идут, делают генетическое тестирование, да, какие они метаболизаторы, и потом только предлагают выбрать ингибитор протонной помпы. Это вот имеет какой-то смысл, клиническое значение? Какая-то схоластика немножко. Давайте так, когда мы это можем учитывать? Ну, если пациент, правда, принимает с трудом подобранную дозу антикоагулянтов, да, и там, правда, дышать, как сказать, чихнуть нельзя на пациента, потому что вот очень все нестабильно, это, естественно, чаще всего коморбидный пожилый пациент. Наверное, здесь мы будем, окей, вместо амепрозола использовать какие-нибудь там более современные разновидности ингибиторов протонной помпы. Но, конечно, рутинно сначала проверять метаболизм, а потом подбирать терапию, во-первых, это дорого, потом это может создать неприятный прецедент, что пациент будет понизить его комплоентность, он будет теперь бояться пить препараты, прочитав, какие еще этим цитохромом метаболизируются препараты, вещества. Все же, давайте так, есть гораздо более драматический сценарий. Мы назначаем какой-нибудь азотиоприн, есть где-то там 2-3% людей с отсутствием активности тилпурин-метилтрансфераза, их реально азотиоприн может просто прикончить, да, вызвав агранулу цитоз. Тем не менее, мы в широкой практике не применяем тестирование на полиморфизм гена тилпурин-метилтрансфераза, потому что раз это дорого, потом все равно это не защищает нас, к сожалению, от возможной реакции совершенно по другому механизму. И потом, ну действительно, мы, когда уж дошло дело до назначения азотиоприи, например, а вот иммунном гепатите или болезни крон, да тут выяснять некогда, надо уже лечить, да поскорей. Так что в стандартных схемах назначения ЭПП, конечно, никакого такого тестирования нет. Не будем драматизировать. Ну, в общем, посыл такой, что гастроэнтерологу важно своевременно диагностировать заболевание, назначить ингибитор протонной помпы в адекватной дозировке и длительности, да, но на каких-то вот таких тонкостях можно... Акцентуироваться только если, ну действительно, это очевидная ГЭРБ, и действительно, ведь мы чувствуем, что, ну не хватает стандартной дозы препаратов. Тогда, да... То есть, когда мы видим неэффективность какую-то, начинаем искать причины неэффективности. Делаем пашметрию, тестирование, меняем ингибитор. Если вот попался этот пациент с реально кислым рефлюксом, избыточным, и действительно обсуждается вопрос делать фундапликацию или всё же поупражняться в консервативной терапии, наверное, здесь здравый смысл подсказывает, что, да, можно вот как раз воспользоваться такими нишами для изофагопротекторов, нишами для узухолевой кислоты, поиграть с разной фармакокинетикой разных ингибиторов протонной помпы, но как бы рассказывать эти тонкости всем-всем-всем пациентам, это как-то так, да, игнорировать гораздо более важный составляющий Е-процесс. Скажите, пожалуйста, а вот как вы относитесь сейчас от ингибиторов, перейдём к прокинетикам. Это такая тоже излюбленная группа препаратов в нашей стране. Большинство пациентов, которые приходят ко мне от других терапевтов, гастроэнтрологов, они принимают прокинетические препараты, причём по любой причине. Вот давайте обсудим ваше мнение о назначении прокинетиков при гастроэзофагиальной рефлюксной болезни. Нужны ли они, как долго, зачем они нужны, назначаете ли вы их прокинетики. Вообще, с точки зрения здравого смысла, это очень правильно казалось бы, потому что рефлюксная болезнь – это болезнь нарушенной моторики со стороны нижнего пищеводного сфинктра, пищеводного клиренса, опорожнения желудка. Казалось бы, это патогенетически самый нужный препарат. Но почему-то ни в одних рекомендациях зарубежных их нет. Или он где-нибудь есть, при функциональной диспепсии, ещё упоминается применение прокинетиков, если не как временная альтернатива трициклическим антидепрессантам. А глобально мы понимаем, что в основном действуют все прокинетики на скорее дистальную треть пищевода, на дистальный отдел желудка, на пилорический отдел. И, наверное, это косвенно может как-то повлиять на наполняемость желудка, то есть количество будущего рефлюктатор пищевод. Но это неплохо бы доказать. Поэтому, честно говоря, в реальной практике я обычно пишу, при сильной тошноте, да, вы выпейте, пожалуйста, любой демперидон или какой-то аналогичный препарат, этаприд, но постоянный их приём где-то там при очень длинной дистанции может быть и небезопасен, есть там какие-то ограниченные данные влияния на продукты пролактина, да. Главное, что это не решает проблему. То есть если человек переедать, например, и при этом у него усиливается рефлюкс, надо работать с пищевым поведением, с привычками в питании. Если пациент наедается на ночь, то тоже это вопрос не надо устранять таблеткой. Если у пациента всё-таки классический рефлюкс, он имеет избыточный вес, то тоже мы его демотивируем к изменению образа жизни, подарив ему такой сиюминутный инструмент, мне кажется. Ну и, наверное, самый главный всё-таки посыл здесь, что у нас опять-таки нет достаточной доказательной базы, да, если мы сейчас обратимся в ПАБМЕД, то там все прокинетики, которые у нас на сегодняшний день доступны, может быть, кроме баклофена, там не будет исследований, которые бы показывали достаточно серьёзных, больших, рандомизированных, контролируемых на большом числе пациентов, что действительно прокинетические препараты, они каким-то образом улучшают течение рефлюксной болезни или симптоматику, да? Да, то есть здесь вопрос именно доказательной базы и безопасности при длительном приёме. Наверное, так. Поэтому опять, это вот один из таких нишевых препаратов, например, какой-то фантастический, упорный, классический ГАРД. В реальной же практике мы понимаем, что даже когда приходят пациенты, они приходят раз в неделю, пока они в клинику, я уже ударил по рукам с хирургом, да, каким-нибудь, мы уже как квоту уже получил, мне должны сделать операцию, да, на пищеводе антирефлюксную, выполняется по ашимпедансиметрии, выясняется, что там не только как кислых рефлюксов, а вообще рефлюксов нет просто, да. И пациент имеет или гиперчувствительный пищевод, то есть на физиологичный рефлюкс он отвечает симптомами, или вообще функциональную изжогу, то есть симптомы никоим образом не соотносятся с рефлюксами. Конечно, таких пациентов надо выявлять, потому что у этих пациентов фундаппликация будет иметь драматические последствия, они теряют там какую-то способность к отрыжке, это вкупе с гиперчувствительностью желудочно-кишечного тракта, просто люди становятся инвалидами всерьез. Это вторая, я хочу сказать, самая частая группа моих пациентов, вот первая это с жжением в языке, а вторая, опять-таки, я им протягиваю результат пиашметрии и говорю, у вас нет рефлюксов, и они опять смотрят, они уже приняли для себя решение, как они свою вот эту проблему в жизни разрешат, то есть они записались к дорогому хирургу, им уже назначили дату операции, они уже ждут, что вот сейчас их симптомы пройдут, и тут я им говорю, у вас нет рефлюксов, вам не нужно оперироваться, они смотрят на меня опять большими глазами и говорят, а что же нам делать? И я говорю, запишитесь к Алексею Олеговичу Головенко, он вам назначит антидепрессанты, но это правильно или нет? Алексею Олеговичу не психиатр, Валерий Олегович тоже назначит антидепрессанты. Нет, я боюсь пока что. Надо разрешить себе назначать антидепрессанты. Ну вот скажите мне, что мне с ними делать, тоже амитриптилин? Амитриптилин, небольшой дозой, вполне. И что, он поможет? Он может, по-моему, можно назначить небольшую дозу ингибиторов обратного захвата серотонина, как он тесто с талапрам, 5-10 мг. Или пока мне рассказать об этой возможности, если бросается в глаза, что пациент акцентуирован, что он катастрофизирует, он действительно прочитал классические ситуации, просто ГЭРБ, даже классическая ГЭРБ, но пациент сразу прочитал про пищевод Баррата. Он не прочитал про то, что пищевод Баррата, это все же, наше счастье, даже не 50% людей с ГЭРБ, мы не скренируем на пищевод Баррата всех подряд, а даже как пищевод Баррата есть, потому что подавляющее большинство людей имеет право делать даже не ежегодную гастроскопию. Но он прочитал, у него в голове сложился пазл, что каждый рефлюкс – это рак, без всех этих промежуточных ступеней. Конечно, такого пациента нужно объяснить, что нужно и свое отношение поменять, работая с психотерапевтом. Именно пациент не обладает статистикой, поэтому он из всех сценариев выбирает самый драматический, и это и называют катастрофизацией. У него каждый рефлюкс приравнивается к раку пищевода. И в то же время, да, может быть, подумать насчет применения малой дозы психотропных препаратов. И обязательно подчеркивая, что на учет не ставят точно, железно, обсуждали это с психиатром, особенно в частных клиниках, которых великое множество, что кнопки там волшебной под столом у психиатра нет, что нажатие, как бежат санитары, раскрутят и галлопередол ведут, что эти препараты сильно, их вот список побочных эффектов, он сильно зависит от дозы, от клинического контекста. Что, естественно, тяжелую, там, major depression будут лечить огромными дозами с соответствующими побочными эффектами. В такой вот гастроэнтерологии, тираневрологии, доза скромная, надо просто название не читать, антидепрессант. Я, например, часто говорю фразу, слушайте, если бы, как амитрептилина открыли гастроэнтерологи, то он назывался бы препарат для лечения сарка. И психиатры бы, как сказать, пытались своим пациентам с депрессией объяснять, зачем они назначают кишечный препарат от депрессии. И все. Для таких много причуд. Это как какой-нибудь территромицин. Антибиотик, антибиотик. Он назначает для чего? При гастропарезе, как мощнейший прокинетик. Вот я понимаю прокинетик. Даже тоже приходится объяснять, что нет, это не потому, что у вас бактерия завелась опасная в кишечнике. Совершенно справедливо, кстати, нам подмечают, что прокинетиков нет в международных рекомендациях. К счастью, что мы с нашими краснодарскими, как я понял, коллегами читаем одни и те же клинические рекомендации. Вот. Пожалуй, так. У меня еще вопрос опять про функциональную диспепсию. Возвращаясь к ней, у нас же еще есть группа спазмолитиков. И вот, ну, когда я рассказываю пациентам, что у вас болит-то, чаще всего из-за того, что вот мышечный слой сокращается или там перерастягивается, а слизистую оболочку мы не чувствуем в желудочно-кишечном тракте. То есть вот насколько, какова роль спазмолитиков, да, вот в лечении функциональной диспепсии. И очень еще часто такое вижу сочетание. Тоже приходит пациент, который одновременно жалуется, что у него где-то боли, там в кишках, допустим, и на тошноту, и тяжесть после еды. Ему назначаются справедливые, казалось бы, прокинетики, этаприд, и тут же назначаются спазмолитики. Вот насколько это адекватно, как бы с логической точки зрения, казалось бы, это немножко какие-то противоречащие, да, препараты друг к другу. Можно ли их назначать одновременно? Есть ли в этом смысл? И вообще, насколько помогают спазмолитики при функциональной диспепсии? Допустим, если сразу пациент отказывается принимать антидепрессанты, можно ли начать со спазмолитиков? В виде теста, наверное, да, знаете, во многом потому, что определение диспепсии это эпигастральная боль. Как отличить эпигастральную боль от спазма сфинктера Одди? Ну, только по клиническому контексту связь с приёмом пищи, по сопровождающей спазм сфинктера Одди иногда это какой-то тяжесть в правом подреберет, всё же достаточно расплывчатые понятия. Конечно, естественно, рекомендации по лечению функциональной диспепсии не содержат ни тримебутин, ни алверин, ни другие приличные спазмолитики типа какого-то там мебиверина. Но здравый смысл подсказывает, что, во-первых, может быть сочетание диспепсии с функциональным билярным расстройством или каким-то расстройством, собственно, кишки, где всё же спазмолитики могут сработать. Но поэтому, если пациент, ну, действительно, он попил ингибиторы протонной помпы, не помогло антидепрессантам психологически ему сложно пока попробовать, то можно в виде пробы, да, выпить условно тримебутин. У нас что, а спазмолитики не влияют на мышечную оболочку желудка? Смущает. Не, влияют, конечно, но просто мы понимаем, что мышечная оболочка желудка вряд ли может дать такой гипертонус, да, что там нарушится, не знаю, его опорожнение. Мы не имеем для этого клинической серьёзной базы. Хотя формально тримебутин, по-моему, мебиверин испытывались при функциональной диспепсии. И, ну, по крайней мере, это точно не, как бы, не вредит, да, точно это не сопровождается, там, не усиливает, окей, явление ГЭРБ, да, мы не так сильные, мы воздействуем, скажем, на нижний пищеводный сфинктор. Но, поэтому, это такой резервный препарат, это такая пока серая зона, где можно поупражняться. Искренне, если пациент приходит и говорит, знаете, болит то здесь, то внизу, то СРК, то диспепсия, что же мне это всё лечить только ингибитором протонной помпы? Я говорю, ну, знаете, есть и другие такие симптоматические, ситуативные. Но вы назначаете спазмолитики? Назначаю спазмолитики. При СРК, при функциональной. Да, причём я обязательно пишу, отчасти даже отталкиваясь от одной остроумной работы, в которой половину людей с СРК давали курсом спазмолитики, со словами пей пройдёт, что враньё. А второй половине говорили, вот препарат, положите в сумочку и пейте, когда заболит. Вот вторая группа, она сильно лучше по качеству жизни себя чувствует. И если действительно мы говорим, что вот инструмент будет болеть, выпиваете препарат, ваша ситуация безопасна, она не прогрессирует точно, она не приводит к раку, то мы сильно как раз препятствуем вот этой катастрофизации. Потому что так пациент, у меня болит живот, таблетку я не выпью, потому что, как сказать, для этого нет пока метаанализа, да, и как, все запретили, я буду ждать визита к гастроэнтерологу, а в это время погуглю, от чего там ещё бывает болит живот, от каких видов нейроэндокринных опухолей, всякие болезни Уипла и Шагаса, конечно, можно, да, себе более сильно функционально ускорить, что говорить. А вот это сочетание прокинетиков с спазмолитиков, то есть... Оно меня немножко смущает. Я, честно говоря, обычно пишу так, когда приходит пациент, ну, такой, есть у вас наверняка когорты пациентов, у которых... Они просто приходят ради образования. Вы знаете, доктор, у меня иногда болит, я решила сходить, ну, так, пакет там, гинеколог, лор, гастроэнтеролог и спа-процедура. Расскажите мне, что мне делать, если это, кстати, может, и неплохо, да, или, не знаю, человек перед поездкой на юг приходит, говорит, давайте мы соберём аптечку в дорожку, какой вид средств допиральной дегидратации мне взять, то, да, я, честно говоря, обычно пишу, что с собой случайная изжога, да, выпить антоцит, окей, случайный спазм, вздутие внезапной колика, так называемое, выпить спазмолитик, случайная тошнота, выпить прокинетик, why not, положиться. Ну, хорошо, к вам пришёл молодой человек, у него дюспаталин и ганатон, да, вы будете отменять? Я отменю ганатон, извините. Это упринание, конечно, и топрит, неплохой прокинетик от тошноты. Я его отменю, если, действительно, пациент не жалуется на тошноту, если он не говорит о непереносимой тяжести в желудке после приёма пищи. То есть вот это сочетание, оно всё равно нежелательно с точки зрения здравого смысла. Надо найти точку приложения для препарата более такую, обоснованную. И всё. Так, а давайте ещё поговорим, вот у нас, кажется, уже заканчивается время, да, уже совсем заканчивается, вот буквально у нас, четыре минутки про хеликобактер пилори. Ну, здесь лучше за нас уже давно всё скажут. Мастрица с соглашением. Нет, здесь вопрос уже, какие пациенты. Найти повод убить хеликобактерию можно часто, да? Да, вот кому вы конкретно назначаете эрадикационную терапию? Всем подряд, кто инфицирован или всё-таки избирательно? Не всем подряд, кто инфицирован, скажу, кромолевую вещь. Да, это, вне сомнения, онкоген, канцероген, это, вне сомнения, игрок, провоцирующий атрофию, метаплазию и, вероятно, повышающий риск функциональной диспепсии, диспепсии как явление, но для этой эрадикации, во-первых, нужно выбрать подходящий момент и всё же бездумно всех подряд не обследовать. Всё-таки Маастригское соглашение подчёркивает, что распространенность хеликобактерий колоссальна и не будь терапией столь агрессивной, конечно, выгодно было бы человечеству избавиться от хеликобактерий, хотя осторожные микробиологи на этот счёт спорят, не повлияем ли мы тем самым на состав микрофлоры в целом. Поэтому всё-таки когда у пациента рак желудка, рак родственник первой линии, железодефицитная анемия, окей, приём НПВС, приём антикоагулянтов или функциональная диспепсия или уже железно-атрофические метапластические изменения в желудке, конечно, тут спору нет, надо проводить эрадикацию в эксном порядке только при язве, по большому счёту, но окей, при мальтове, да, там, мальтлимфоме желудка. В остальных ситуациях надо выбрать удачный момент. Ваш покорный слуга обычно пишет, в удобное время примите препараты по следующей схеме. Вот вам рецепт продолжительностью год. Если пациент приходит сейчас не столько, как у него найдено, да, хеликобактерии, но сейчас доминирующие симптомы это вздутие живота и диареи, то вот, ей-богу, плохой момент для того, чтобы ему снижать где-то там его 80-80 годам риск рака желудка. Надо написать прям чёрным по белому, что когда у вас будет отпуск и такой не самый долгожданный, всё будет хорошо, и вы можете себе позволить, сможете себе позволить три дня не ходить на работу из-за диареи, вот тогда попейте, пожалуйста, антибиотики. А вы назначаете вместе с антибиотиками пробиотики? Молодушно, да. Назначаете? В основном сахармицеты, честно говоря, для себя это рационализируется. Одновременно с антибиотиками? Разумеется, одновременно с антибиотиками. А ещё есть группа препаратов, которые любят назначать с антибиотиками? Противогребковые. Да, антифлангальные. Не назначаете? Размножение кандиды – это, естественно, феномен на фоне приёма любого антибиотика. Их увеличение в стуле ни о чём не свидетельствует. Это маркер того, что человек пил антибиотики. Разовьётся действительно какое-то грибковое поражение? Ну так, да, мы вот этими препаратами всё-таки с массой потенциальных побочных эффектов лекарственных взаимодействий вмешаемся. И так даём 4 препарата, 10 таблеток в день. Есть нормальная квадротерапия, это 10 таблеток. Амокси, клавитромицин, висмут и ещё ингибитор протонной помпы два раза в день. 10 таблеток, ещё давайте пробиотик. Ну и самый частый вопрос, последний от пациентов. Вот я сейчас, доктор, пропью эту целую кучу таблеток, а, наверное, мне надо всех моих родственников, с кем я живу в одной квартире, тоже обследовать, потому что я сейчас вылечусь, и они меня опять заразят. Есть в этом смысл, что гласят рекомендации? Мы обязательно говорим, что риск заразиться во взрослом возрасте хеликобактерии парадоксально низок. Видимо, как-то так вот этот паритет между ней и иммунной системой возникает всё-таки в достаточно юном возрасте. И поэтому, если эрадикация успешно проведена, то мы раз делаем контроль только единожды, если нового повода не появится, не выясняем, да, там каждые 3 месяца не выполняем тесты. А потом мы, согласно позиции именно Флорентийско-Мастрикской конференции, мы не проверяем бессимптомных родственников. То есть, да, можно родственникам рассказать, что папа, привет, дедушка, кажется, умер твой папа от рака желудка. Может, тебе провериться и убить хеликобактерию. Мама, ты давно пьёшь препараты железа, может быть, всё-таки тебе стоит сделать гастроскопию, может, у тебя действительно атрофический гастрит, тебе надо и чаще наблюдаться и уничтожить хеликобактерию. Но мы не проверяем бессимптомных родственников, у которых нет повода. Именно, чтобы не начать половину земного шара лечить антибиотиками. Но это вопрос к микробиологам. Мы пожелаем себе вакцину от хеликобактерии. Да, ну что, Алексей Олегович, у нас какие-то здесь ещё есть неотвеченные вопросы, как мы? Ну, глобально мы обсудили уже, коллеги, чуть раньше в эфире про эрозию желудки. По поводу атрофического пангастрита имеет значение степень распространённость кишечной метаплазии и тип метаплазии, там полная-неполная. В общем, есть прекрасный МАПС, соглашение, там прекрасный алгоритм по тому, как таких пациентов вести. И вопрос, ну, наверное, про огромное количество БАДов. Естественно, вот вопрос задаёт коллега, по 5-6, а то и 10 препаратов по рекомендации нутрициологов пациенты принимают. Приходится объяснять, что нашим пациентам, что вообще мы не можем при таком количестве препаратов прогнозировать любые взаимодействия. Я молчу про количество лактозы, которые человек употребляет в форму образующих веществ. Поэтому, конечно, мы должны быть просветителями для наших пациентов. Мы должны им объяснять, что если лекарство в теории или какой-нибудь витамин от чего-то помогает, это не значит, что он от всей планеты пить. последний вопрос, висмут при эрадикации сразу назначаете? Зависит от контекста. Конечно, если есть какой-то опыт прежней непереносимости, не назначаем. Если противопоказаний нет, то мы пытаемся потенцировать действия даже первого курса эрадикации, назначая препараты висмута. Хотя, да, стандартная схема, это действительно моксицерин, куэритромицин и просто ИПП. Но в последнем Мастрихте, по-моему, они рекомендуют в любую схему назначать сразу Если пытаться, да, там, выбрать сценарий, где нет висмута, мы его почти как бы не найдем, только где-то в резервных схемах. Поэтому, да, потом мы понимаем, что к нам пациенты часто приходят, как мы последний, кто может, если уж мы читаем Мастрихт, то мы, увы, как бы не печально, у нас таких немного. Какие только схемы можно не разглядеть, к сожалению, в реальной практике, да, и какие-то последовательные приемы антибиотиков, это очень экзотическая схема, или какие-то неполноценные, там, семидневные курсы до сих пор где-то используются, или попытка пробиотиками радиоцировать хеликобактерию, конечно, мы должны быть проводниками наиболее эффективных схем, понимая, что мы можем быть последними просто людьми, которые это назначают по уму. Так что выжимаем максимум. Да, и обращаемся в клиники доказательной медицины. Становится все больше потом, хотя, замечу, нет никакой доказательной медицины, есть просто медицина научная, медицина знахарская. Спасибо большое, Алексей Олегович, за невероятно увлекательную, позитивную беседу. Спасибо большое нашим зрителям. Сегодня мы получили очень большое количество вопросов, нам тоже было очень приятно с Алексеем Олеговичем ваше внимание. И приглашаю вас на нашу следующую передачу, она будет посвящена заболеваниям печени, у меня в гостях будут не менее интересные эксперты. Спасибо вам, до новых встреч, до свидания. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok